А в начале нашего видео я хочу порекомендовать топовую беспроводную мышку Harper FGM-01. Это беспроводная мышка с симметричным дизайном для игры без тормозов. Для зарядки тут идет в комплекте такой вот кабель, а настраиваемая подсветка вовремя подскажет, когда нужно снарядить нашу снарягу. Беспроводная мышка мне понравилась, она отлично подходит, допустим, с тем же ноутом и для игрушек, так что всем советую посмотреть, ссылка есть в описании. Здарова, ребят, с вами Илья, это наш Игродень и новый выпуск рубрики «Что лучше?». Сегодня мы сравним два гиганта из мобильных игрушек в жанре хорроров, и это будет Identity 5 и новинка Dead by Daylight. Всем приятного просмотра и поехали! Кстати, прошлое наше видео собрало более 1000 лайков, и это была отличной мотивацией для меня делать новый выпуск. Тут ровно то же самое, собираем 1000 и будет новый выпуск сравнения. Ну а так, в прошлом противостоянии победила игрушка Apex Legends с большим перевесом, и спасибо всем, кто участвовал в голосовалке. Тут ровно то же самое, вверху в правом будет голосование, так что можете уже сейчас выбрать, что лучше Dead by Daylight Mobile или Identity 5. Ну а так, давайте рассмотрим две игрушки подробнее. Начнем мы с игры Identity 5, тем более, что она сейчас спокойно доступна в магазинах приложений, и ее можно забрать. Это игра на выживание с элементами ужасов, сделанная компанией NetEasy. Четыре игрока должны сбежать из особняка маньяка, используя различных персонажей со своими уникальными навыками. Маньяку нужно, в общем-то, поймать всех выживших, пока они не убежали. В арсенале у вас будет много способностей, которые помогут вам в этом, и здесь, что круто, все персонажи не просто индивидуальны, но и поддаются прокачке и некой настройке. Как вы понимаете, каждый перс имеет свои функции, так, например, доктор подлечит в тяжелой ситуации, а вор может вскрыть сундуки и так далее. На телефоне все это реализовано более чем хорошо, и тут разработчики сделали действительно крутой проект. Изменицев можно отметить только то, что здесь немного затянутое начало, но это, в принципе, не так критично. Ну и соперник у этой игры, более, так скажем, громкая и известная игра, и это Dead by Daylight Mobile. Поиграть пока нет возможности в эту игрушку, однако мы можем оценить ее по геймплейным роликам, которые недавно появились в сети. Вообще, Dead by Daylight это один из первых асимметричных мультиплеерных экшенов, которому удалось стать популярным. Впервые игра вышла еще в 2016 году, выпустила ее студия Behavior Interactive, а с тех пор она успела добраться до консолей, включая Nintendo Switch. Ну и вот теперь очередь мобильных телефонов. В общем-то, суть игры тут в следующем. Четыре игрока берут на себя роль выживающих, и им нужно выполнить ряд заданий, чтобы сбежать с локации. Пятый игрок это психопат-убийца, который должен схватить жертву до того, как они сбегут. По сравнению с Identity тут более такая, скажем, реалистичная графика, на мой взгляд, и от этого, конечно же, играть будет страшнее. Кстати, по сравнению с ПК-версией, в мобильной взаимодействии немножко поменяется, но при этом сама механика останется прежней. Дата выхода пока неизвестна, но надеемся, что в этом году уже поиграем. И еще как интересный факт, Behavior Interactive помогали NetEasy сделать именно Identity 5. Таким образом, это такой, так скажем, неофициальный, но довольно оригинальный клон Dead by Daylight, где двое разработчиков, в общем-то, ее сделали. Ну и теперь давайте все-таки решим, что же нам более интересно. Голосуйте в правом верхнем углу, какая игра вам больше нравится, и посмотрим на результат уже в следующем выпуске. Ну а так, пишите в комментариях, какие игрушки мне сравнить в следующий раз, и обязательно сделаем такую движуху. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в теме всех мобильных игрушек, и скоро мы обязательно увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok